Президент Путин, прошу вопрос. Собираясь ли вы вторгаться в Украину по поводу ситуации на Украине и по поводу того, о чём мы говорили и что вызывает нашу озабоченность? Я говорил вот здесь, на этом месте, несколько дней назад, на пресс-конференции после нашего диалога с премьер-министром Венгрии. Я хочу ещё раз повторить эту логику. Мы категорически против расширения НАТО за счёт новых членов на Востоке, потому что это представляет для нас общую угрозу дальнейшего распространения НАТО к нашим границам. Не мы же двигаемся к НАТО, а НАТО двигается к нам. Поэтому говорить о том, что Россия ведёт себя агрессивно, по меньшей мере, не соответствует здравой логике. Мы, что ли, пришли на границу куда-то-то? К нам же подошла инфраструктура НАТО. Вот это первое. Второе. Почему так опасно возможное принятие Украины? Ну, есть же проблемы. Вот европейские страны, в том числе Франция, считают, что Крым, допустим, является частью Украины. А мы считаем, что это часть Российской Федерации. И если будут предприняты попытки изменить эту ситуацию военным путём, а в доктринальных документах Украины прописано, что а – Россия противник, и б – возможно возвращение Крыма военным путём, представьте, что Украина член НАТО. Пятая статья не отменена. Наоборот, господин Байден, президент Соединённых Штатов, недавно сказал, что пятая статья – это абсолютно империатив и будет исполнен. Значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Я спросил на пресс-конференции в прошлый раз, нам что, воевать с НАТО? Но я хочу и вас спросить. Есть же вторая часть этого вопроса. А вы хотите воевать с Россией? Вы спросите своих читателей, зрителей, пользователей интернет-ресурсами. Вы хотите? Хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет. Наша обеспокоенность продиктована и вопросами, связанными с общей европейской безопасностью. А что касается Донбасса, украинские руководители то говорят, что они будут выполнять Минские соглашения. То предают их анафеме. Говорят, что никогда этого делать не будут. Это разрушит украинское государство. Я же сказал так, что об этом. Но так будут или не будут? Это же вопрос. Значит, вот говорят о гарантиях безопасности с нашей стороны. А кто нам предоставит гарантии безопасности? Уже дважды украинские власти пытались решить вопрос Донбасса вооружённым путём. После очередного провала возникли Минские соглашения, подкреплённые резолюцией Совета Безопасности ООН. Так будут исполнять или нет? Или снова предпримут какую-то попытку? Что нам думать по этому вопросу? Ведь дважды уже пытались. И кто гарантирует, а третий? Вот это все вопросы, которые требуют своего кропотливого исследователя в нашем общем лице. Я очень благодарен господиному президенту за то, что он эти вопросы счёл возможно обсуждать сегодня в Москве. Я думаю, что это вопросы безопасности не только России, но и всего мира, и всей Европы. Вот смотрите, в наших предложениях ведь не только расширение НАТО, против чему мы выступаем, но и неразмещение, второй пункт, неразмещение ударных систем у наших границ. Но если все хотят мира, спокойствия, благополучия и доверия, ну чего здесь плохого, не размещать ударные системы вблизи наших границ? Кто-нибудь может ответить, что здесь плохого? Или если НАТО – мирная организация, чего же плохого вернуться к инфраструктуре НАТО на момент заключения договора России-НАТО 1997 года? Вот, пожалуйста, мы создадим условия для повышения доверия и безопасности. Ну чего здесь плохого? Уже бог с ним, с обязательством по открытым дверям. Хотя это тоже вопрос далеко не снят с повестки дня. Это один из ключевых вопросов для нас, и я объяснил, почему. Ну вот это всё мы обсуждали в течение шести часов почти. Что завтра господин президент будет в Киеве, мы договорились, во всяком случае, он изложил свой план дальнейшей работы по этому управлению. Я ему очень благодарен за то, что он уделяет этому столько времени и пытается найти решение столь важного для всех у нас вопроса. У меня вопрос президенту России. Владимир Владимирович, как Вы оцениваете перспективы урегулирования на юго-востоке Украины? То есть, грубо говоря, как Вы считаете, Минские соглашения ещё живы? Что касается Минских соглашений, живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет? Я считаю, что другой альтернативы просто нет. Ведь, повторяю ещё раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. И президенту действующему он недавно заявил, что ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну нравится, не нравится, терпи, моя красавица, надо исполнять. По-другому не получится. Значит, не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. Ну там записано прямо, в пункте 12, 9, 11 написано, такие-то вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий. Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, не говорить на белое и чёрное, на чёрное и белое. И работать. Ведь нынешнее руководство шло на выборы под лозунгом решения вопроса на Донбассе, мирным путём. Я очень надеюсь на то, что так, в конце концов, и будет сделано, когда придётся осознание того, что по-другому невозможно поступить. Сейчас надо того же Порошенко накатывать. Теперь обвели этого, по-моему, в госизмении. Намекают на то, что он подписывал соглашение. Да, он подписывал соглашение. Ну и что? Вся страна это приняла. Это подтверждено резолюцией Совета безопасности. Я же не шутил, когда говорил. Знаешь, придёт ещё время. Мы готовы будем предоставить тебе политическое убежище. По гуманитарным соображениям. Не потому, что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениям. Так и знал, что так будет. Как в воду глядел. Так и произошло. Вот, пожалуйста. Теперь он там под следствием. Значит, но это всё вещи, касающиеся внутриполитической борьбы. Я призываю подняться над этим и подумать о исторических, стратегических перспективах развития самой Украины, взаимодействия с Россией. И подумать о стабильных условиях безопасности для всех, равных для всех участников международной жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!